Медиагруппа «Авангард» представляет законодательно существенно расширил свои полномочия, и этот процесс продолжается. Всем, наверное, известен закон 167 ФСЗ, в котором были определены полномочия Банка России по регулированию вопросов защиты информации в отношении банковской деятельности и деятельности в сфере финансовых рынков. Законодательный процесс продолжается, появляются новые законы, новые законопроекты, и почти в каждом из таких законопроектов предусматривается полномочия Банка России по регулированию и по контролю вопросов защиты информации. К таким законам относятся законопроекты цифровых финансовых активов, законопроекты о маркетплейсах, коротфандинговых платформах. То есть все вот эти новые законы, которые появляются, которые существенным образом влияют на ландшафт и вообще на предоставление финансовых банковских услуг, везде есть вопросы защиты информации и везде есть полномочия Банка России по защите информации. Нами сформированы три основополагающих нормативных акта, которые определяют в целом подход Банка России к регулированию этих вопросов. Это известное положение 683-П, которое определяет вопрос защиты информации о поведении банковской деятельности. Это положение для банков. Аналогичное положение 684-П, это положение по защите информации в отношении некредитных финансовых организаций. И недавно прошли изменения в закон национальной платформе системы и, соответственно, там существенным образом расширен субъектный состав участников, который попал под регулирование 161-го федерального закона. И в этой связи мы готовим и подготовили, вернее, изменения. Новую редакцию 382-го положения, которая уже прошла все необходимые процедуры, в том числе процедура оценки регулирующего воздействия. И в ближайшее время она будет, собственно говоря, подписана и отправлена Минюст на регистрацию. Таким образом мы видим, что у нас есть три основополагающих акта, 683, 684 и новая редакция 382-го положения. Во всех этих документах мы выстроили единообразный подход к регулированию. То есть мы устанавливали требования на трех уровнях, о чем многократно уже говорилось. Это уровень технологии, уровень безопасности прикладного программ обеспечения и защита инфраструктуры. Более подробно я потом об этом расскажу. Но вот во всех документах у нас неким образом выбивалась из этой стройной концепции старая редакция 382-го. Там были определенные, так сказать, унаследованные нормы. Сейчас мы от этого отходим. Новая редакция будет полностью идеологически и содержательно гармонизирована с 683-м положением. Если говорить о параллельной такой деятельности, то у нас коллеги, кто участвует, знают, активно продвигаем тему стандартизации. То есть в наших нормактах мы стараемся делать такие рамочные нормативные акты, не перегружая их техническими требованиями, техническими нормами. Поэтому мы уже выбрали для себя такую достаточно давно стратегию регулирования и включения ссылок на государственные стандарты, на ГОСТы в рамках наших нормативных актов. Как известно, у нас, собственно говоря, есть ГОСТы по защите информации, которые, очевидно, многие в этой аудитории должны знать и, возможно, даже прочитать. У нас, собственно, есть активность по аналогичному ГОСУ по операционной надежности и управлению риском. Эта работа достаточно активно ведется в рамках технического импетра 122, разработаны редакции этих документов, образованы соответствующие рабочие группы, которые сейчас активно дорабатывают эти документы для того, чтобы, по нашим планам, эти документы должны быть утверждены в ТК-122 и вместены в Ростандарт в этом году. Более подробно я тоже постараюсь остановиться на следующем слайде. И есть, собственно, очень важная работа, о которой будет следующая сессия, но я не могу здесь не упомянуть, это вопрос управления операционной риском. Разрабатывается соответствующий нормативный акт, и мы видим, что вкладываем в этот нормативный акт, но это не наш департамент, это департамент банковского регулирования занимается этим вопросом, но вопрос управления информационной безопасностью, управления риском информационной безопасности полноценно присутствуют в этом нормативном акте, в проекте нормативного акта. И мы рассчитываем, что в ближайшее время этот нормативный акт выйдет и создаст совершенно иной ландшафт и позволит отойти от вопроса защиты информации как от технических вопросов, как в сторону управления рисками и в сторону корпоративного управления. Если говорить о целях регулирования, то важно понимать, что наша задача не обеспечить просто расстановку средств защиты и какое-то формальное выполнение требований. Потому что у многих поднадзорно, с кем мы общаемся, они рассматривают все-таки выполнение наших требований как чистый комплайенс. Нам хотелось бы все-таки, чтобы мы неуклончиво шли в сторону управления рисками, чтобы мы отошли от формального выполнения, формальной проверки выполнения требований нормативных актов, понимали и оценивали те риски, которые присущи нашим, собственно говоря, нашим организациям. Риски, о чем вчера много говорилось, риски влияния организаций друг на друга в рамках экосистем, таких как платежные экосистемы, новые экосистемы, которые нарождаются, скажем так, финансовые экосистемы, которые строятся вокруг финансовых маркетплейсов. И еще такой экосистемы можно назвать экосистемы, которые вокруг инфраструктуры организованных торгов. То есть влияние организаций друг на друга очень важно. Как уровень безопасности и киберустойчивости одной организации влияет на риски другой, если они взаимодействуют между друг другом. И, конечно, важный момент, который нельзя ни в коем случае забывать, на который мы тоже ориентируемся, это предоставление конечному потребителю безопасных финансовых услуг. Ибли банковских услуг. Один из ключевых показателей, который Банк России рассматривает для себя, это показатели доверия населения к предоставляемым финансовым банковским сервисам. Соответственно, это доверие невозможно обеспечить безопасной безопасности. Если сервис и предоставление будут небезопасны, то, безусловно, это будет влиять негативно на развитие финансового сектора экономики, на наш взгляд. Поэтому, еще раз повторю свою мысль, что задача стоит не в том, чтобы формально обеспечить выполнение требований, а задача стоит в том, чтобы сервисы предоставлялись безопасно, население и потребители финансовых услуг доверяли этим сервисам, и риски были управляемы. Вот это наша цель нашего регулирования и надзора, о чем сегодня планируется много говорить. С точки зрения содержания нормативных актов, я повторюсь, что мы выстраиваем регулирование на трех уровнях. Базовая вещь – это классическая защита информации, это защита инфраструктуры, это то, что реализуется наложенными средствами, средствами защиты несанкционированных доступов, мешочевые экраны, антивирусы, весь набор средств, которые защищают предотвращение вторжений, мониторинг, набор средств, которые защищают, собственно говоря, на таком инфраструктурном уровне. На эту тему у нас есть ГОСТ по защите информации, который определяет определенные процессы, и, собственно говоря, это такая классическая защита информации. По этому направлению, по уровню защитивания инфраструктуры, это вот в центре на слайде у нас есть, мы активно работаем над ГОСТом по операционной надежности, то есть ГОСТ должен определить, каким образом обеспечить устойчивое функционирование информационной инфраструктуры в условиях возможной реализации компьютерных атак, и какие, собственно говоря, какие подходы должны применять для того, чтобы своевременно выявить, купировать и восстановиться в случае возможных инцидентов информационной безопасности. И вот в рамках, эта работа ведется в рамках ТК-122, и вот в рамках этой работы мы тоже определили серию процессов, к которым относятся такие важные темы, как управление изменениями, управление конфигурациями, управление обновлениями, вопросы детектирования компьютерных атак, вопросы купирования атак и восстановления. То есть в рамках этого ГОСТа по операционной надежности этой тематики мы планируем все рассмотреть. Значит, проект «Документы готов», создана специальная рабочая группа, о которой, я говорил, активно идет процесс по доработке этого документа. Это такой инфраструктурный базовый уровень, который мы видим необходимо реализовать. Значит, второй немаловажный аспект – это, собственно говоря, безопасность прикладного программного обеспечения. безопасная разработка. Много у нас дискуссий по этому вопросу относительно правильности того или иного способа оценки безопасной разработки, вопросов сертификации и оценки уязвимости по определенным уровням доверия, соответственно, с методологией 15480, с методологией в стек. Но, тем не менее, эту тематику мы будем развивать. Значит, у нас, опять же, есть такая фокус-группа по этому направлению. Мы всячески будем эту тему двигать с точки зрения того, чтобы разработки, которые… То, что прикладное программное обеспечение, в первую очередь, программа обеспечения, которая передается, собственно говоря, на сторону клиентов, а также программа обеспечения, которая подвержена с высокой вероятностью компьютерной атаке, чтобы разработка этого ПО была выстроена таким, была выстроена правильным образом, и процессы разработки были контролируемы и устроены таким образом, что функции безопасности были достоверно реализованы, и ПО содержало минимальное количество уязвимостей, которые могут появиться в процессе разработки этого программного обеспечения. То есть нормативно эта тема закреплена, методологически она будет, очевидно, развиваться. И третья тема, это очень важный аспект, на наш взгляд, это, собственно говоря, технологическая защита. Как правило, этой теме очень мало уделяется внимания, в основном все наши, в большинстве случаев, стоят о точной инфраструктурной защите, но на наш взгляд, это, на самом деле, одна из основных, скорее всего, одна основная направление работы, на которой необходимо как бы совершенствоваться, это именно технологическая защита. И здесь достаточно сильно влияет два направления, это, в первую очередь, это обеспечение применения криптографии, так сказать, в кавычках, гражданской, так сказать, для того, чтобы обеспечение целостности информации, которая передается или обрабатывается в рамках посуществления тех или иных банковских финансовых операций. И очень сильно влияет процесс OpenAPI, о котором вчера тоже говорили, поскольку это механизм, который позволяет, так сказать, достоверно, так сказать, на технологическом уровне обеспечить идентификацию, значит, собственно говоря, клиентов, формирующих первичный учетный документ или формирующих платежные распоряжения. Этой тематике тоже будем уделять особое внимание, и на это хотелось бы обратить внимание. Значит, но, собственно говоря, нормативка, она как бы, значит, сама по себе, она должна быть встроена в некий цикл управления рисками, собственно, важным элементом которой является это, собственно, понимание реальных угроз, реальных рисков, выбор тех или иных технологических, там, программных и инфраструктурных мер, собственно говоря, их контроль, мониторинг, значит, и, собственно говоря, значит, совершенствование при необходимости. То есть это классический цикл деминга, который на новом, так сказать, витке совершенствования, согласно этому циклу мы закладываем в ГОСТ по управлению рисками. ГОСТ по управлению рисками, он достаточно сильно, разрабатываемый ГОСТ, сильно связан с положением операционных рисков, о которых будет говориться в следующей, в следующей сессии. Мы видим, что, значит, базовые требования по управлению рисками информационной безопасности будут заложены в положение по управлению операционными рисками, а, собственно говоря, детализация мер, которые необходимо реализовать, будет заложена в ГОСТе по управлению рисками. И задача этого ГАСТа, и вообще тематики управления рисками, это в первую очередь обеспечение или позиционирование рисков информационной безопасности как одного из базовых рисков приведения банковской деятельности или деятельности в сфере финансовых рынков. И важный момент, который здесь необходимо обсудить, на мой взгляд, это вовлеченность руководства кредитных организаций или финансовых организаций, это вопрос ситуационной осведомленности, это аналитика возможных атак, и на основе этой аналитики это выбор тех мер, которые необходимо реализовать. Важный аспект является идентификация рисков, которые, собственно, невозможно сделать без идентификации процессов, потока информации и эти инфраструктуры, которые, собственно, обеспечивают осуществление банковской финансовых операций. И без вопросов контроля, таких как внешний аудит, возможно, и качество этого внешнего аудита, и доведение информации о фактическом уровне информационной безопасности, опять же, до высшего руководства организации. И, собственно говоря, одним из основных элементов управления риском, это установление ключевых показателей управления риском, которые должны мониториться, должны контролироваться, и эти показатели должны соответствовать тем реальным рискам, которые организация имеет с точки зрения возможных финансовых потерь, с точки зрения возможных простоев в результате компьютерных атак. как эти показатели должны пониматься, контролироваться и должны соответствовать действительности. На этой тематике мы будем активно развивать. Металлогически мы планируем, что это будет госпоуправление рисками. С точки зрения надзорной или контрольной методологии, такие инструменты мы видим, должны быть киберучения, о которых сегодня активно будет обсуждаться. Я заканчиваю. Единственный важный момент, который я бы хотел сказать, это то, что касается той информации, которую мы хотим собирать в рамках дистанционного надзора. У нас есть ряд форм отчетности, всем известные. Инфоотчетность по инцидентам, в первую очередь. И у нас есть поток информирования о каждом инциденте, информационной безопасности со стороны банков, со стороны некредитов и финансовых организаций. Наш вектор развития – это постепенный отказ от регулярной отчетности и полностью переход на получение информации по каждому инциденту практически в режиме онлайн. У нас сейчас два механизма реализованы. По мере того, как мы будем получать более достоверную информацию в рамках такого оперативного мониторинга через АСОИ, соответственно, мы постепенно откажемся от регулярной отчетности. Это вопрос мы планируем таким образом развивать. Собственно, я выступление свое заканчиваю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова